Свято-Введенский Толгский женский монастырь Ярославля отмечает сегодня свое 700-летие. Из-за многолюдства божественная литургия была совершена под открытым небом на соборной площади монастыря. Возглавил богослужение святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл. Свято-Введенский Толгский женский монастырь – один из древнейших в России. Он берет свое начало в XIV веке. Днем основания обители считаются 21 августа. В этот день святителю ростовскому Трифону был явлен чудотворный образ Божией Матери на реке Толге. На месте явления иконы построили храм и основали монастырь. Немало испытаний выпало на долю обители за прошедшие столетия, но самым разрушительным стал XX век. Монастырь был закрыт, в нем располагались различные учреждения. Последним стала исправительная колония для малолетних преступников, которая просуществовала здесь до 1986 года. В 1987 году монастырь начал возрождаться. Сейчас это одна из самых благоустроенных обителей. Монастырь – один из древнейших в России. Одной из главных святынь монастыря, помимо Толгской иконы, являются также мощи святителя Игнатия Бринчанинова. В день основания Толгского монастыря сюда собралось множество паломников, так что служба проходила на Соборной площади. Своё первосвятительское слово предстоятель Русской Православной Церкви посвятил терпению, добродетели столь важной для спасения души. Терпение избавляет людей от скорби. А что же такое терпение? Это что, некая волевая установка? Сожму зубы и буду терпеть? Совсем не так. С этим сжиманием зуб далеко не уйдёшь. Зубы заболят. Не сможешь сопротивляться скорбным обстоятельствам. Они тебя сломают. Потому что терпение – это не проявление только человеческой воли. Терпение всегда связано со способностью соотносить свою жизнь с волей Божией и предаваться в руки Божией. И если мы в руки Божией предаёмся, то мы не сгибаемся перед трудностями. Эти трудности не деморализуют нас, не лишают воли. Мы ищем пути выхода из них, но они нас не сокрушают. Они не порождают других скорбей, таких как уныние, отчаяние. Я бы хотел пожелать всем нам, матушке Игумене, сёстрам, обретать и сохранять эту святую добродетель терпения о Боге и с Богом. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл отметил церковными наградами настоятельницу монастыря, Игуменью Варвару Третьяк, губернатор Ярославской области Сергея Ястребова, представителей власти и бизнеса, внесших большой вклад в развитие обители.